МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, поставленные нами вопросы перед управленцами Казмуной Газа остались без ответа. Сначала колбаса, теперь молоко. Россельхознадзор обвиняет производителей из Кыргызстана в несоответствии их продукции нормам ЕАЭС. Ранее кыргызстанского производителя колбасных изделий обвинили в нарушении канонов ислама. Якобы те добавляют в свою продукцию свинину. И вот теперь под удар попало молоко. Мы даем стопроцентную гарантию, в нашу колбасу свинина не добавляется. Власти Казахстана обвинили владельцев АЗС в возникновении дефицита дизельного топлива. Якобы заправочные станции намеренно вводят ограничения на продажу солярки, ожидая грядущего роста цен. Как власти решают проблему дефицита дизтоплива, расскажем в программе. Нам осталось месяц-два и в связи с затоваркой почти все 80% мини-завода станут. Программа «Азианоканаль. Настоящее время» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Итак, больше 200 человек проводят митинг у здания Министерства энергетики в Астане. Участники мирного собрания рабочей нефтесервисных организаций Жанна Узина, которых уволили 1 апреля. И вот теперь они требуют трудоустройства. На месте событий находится наш корреспондент Даурейн Хайргельзин. Он сейчас с нами на прямой связи. Даурейн, приветствую тебя. Расскажи, что сейчас происходит на площади перед зданием Министерства. Привет, Шавкат. Люди по-прежнему здесь. Они никуда не расходятся, несмотря на уговоры полицейских и отдельных мелких чиновников. Они тверды в своем намерении добиться решения вопроса, находясь здесь, в столице, непосредственно перед зданием Министерства энергетики. Но, надо сказать, условий здесь практически никаких. Люди вынуждены лежать на холодной земле. Здесь нет биотуалета и возможности как-то подзарядить свои гаджеты. Полиция не пропускает сюда волонтеров, которые приносили еду и напитки. Мотивирует это тем, что якобы протестующие могут отравиться. Тем не менее, люди все еще здесь. Они утверждают, что сегодня здесь проведут вторую уже ночь непосредственно перед зданием Министерства энергетики. Объясняли это грядущими выборами в парламент. Просили шум не поднимать, потерпеть. Сказали, что компания Кесби и Берали – так называемые конкуренты. А нам предложили разделиться и войти в их состав. Но никто из здесь присутствующих на такие условия категорически не согласен. Сегодня же здесь сформировали инициативную группу. В ней было около 15 человек из числа приезжих из Жанаузена. Их пригласили в здание Казмунайгаза. Это национальная компания, в состав которой входит Жанаузенский Оузенмунайгаз, чтобы провести переговоры. Диалог длился больше часа. Мы все это время ожидали внизу, потому что журналистов на встречу не пропустили. Но судя по тому, что говорят сами участники пикета, каких-то значимых результатов им добиться не удалось. И, собственно говоря, вот что об этом думают сами участники пикета. Результатов от этих переговоров можно сказать нет. Поставленные нами вопросы перед управленцами Казмунайгаза остались без ответа. Сегодня они составили протокол только что закончившегося заседания. И если им нужно время для того, чтобы ответить на наши вопросы, оно у них есть. Мы подождем. Сколько на это уйдет дней, мы не знаем, откровенно говоря. Люди продолжают пребывать в Астану. В основном, если вчера это было примерно 80 человек, то сегодня здесь как минимум вдвое больше. По словам самих протестующих, к ним присоединяются другие рабочие нефтесервисных организаций Жанаузена. Кое-кто добирается авиарейсами, но большинство едут из запада страны в Астану на машине. А это далеко не близкий путь. Добрый, ну а что власти говорят? Есть уже какие-нибудь официальные заявления? Да, официальные заявления прозвучали еще вчера. Но вот что любопытно, чиновники из министерства и национальной компании не вышли к протестующим напрямую, поскольку хотя они требовали живого диалога, а свои официальные заявления доносили через государственные СМИ. И суть их сводилась к тому, что эти пикеты незаконны, и решение трудоустройства решается якобы не за один день. Тем не менее, сегодня министр энергетики заявил, что ночевать на улице – это желание самих людей. Данный пикет является организованным. То есть люди приехали со спальными мешками, со спалатками. То есть явно их целью было именно привлечение к себе внимания в том числе. Такая акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Понятно, путь, связанный, может быть, даже с препятствием деятельности государственного органа, когда наши сотрудники не могут зайти на работу. Большое спасибо. Дауреан Хайргельдин рассказал о пикете жителей Женово-Зена перед Минэнерго. Спасибо, всего доброго. В миграционном центре Сахарова снова вербуют мигрантов для участия в войне в Украине. Об этом пишет издание «Сирена». По словам авторов материала, поездку на фронт предлагают всем подряд. Взамен мигрантам обещают гражданство России. Так, сотрудник подмосковного миграционного центра сообщил российским журналистам, что на прошлой неделе там началась вторая волна агитаций трудовых мигрантов. По данным издания, сотрудников центра заставляют предлагать мигрантам службу по контракту в российской армии. Когда мигрант подает документы на трудовой патент, сотрудники, по его словам, обязаны вручить ему буклет с рекламой военной службы. Те, кто соглашается, подписывают договор на месте. После этого иностранца направляют в пункт оформления контракта. Собеседник «Сирены» заявил, что в Сахарова специально приезжал руководитель центра, чтобы проследить за этим процессом. Он также рассказал, что вербовка мигрантов в центре раньше велась в устной форме. В рекламном буклете, который раздает мужчинам, говорится, что кроме гражданства России служба по контракту дает иностранцам высокий социальный статус и широкие возможности для самореализации. Список требований к новобранцам довольно короткий. Они должны быть старше 18 лет, не иметь проблем со здоровьем и знать русский язык. «Сирена» пишет, что за службу в армии России обещают от 190 тысяч рублей в месяц и многочисленные социальные льготы. Между тем, власти ряда стран Центральной Азии заявляли, что за участие в войне в Украине гражданам этих государств грозит тюремный срок. Тем временем глава Следственного комитета России предложил заменить трудовых мигрантов россиянами. Для этого Александр Бастрыкин предложил ввести повышенный налог за использование трудовых мигрантов, чтобы работодатели вместо приезжих нанимали граждан России. Кроме того, Бастрыкин считает, что надо вводить вахтовый метод использования рабочей силы из числа россиян. Глава Следкома предлагает разработать механизм перемещения рабочих из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы с повышенным спросом на рабочую силу. В Таджикистане резко сократились объемы денежных переводов из России. Вместе с этим почти на 8% упал курс российского рубля к Сомони. Жители страны жалуются, что из-за этого без того низкий уровень их жизни упал еще ниже, пишет Радио Зоди. Жители Таджикистана, которые живут за счет переводов от трудовых мигрантов России, говорят, что их благосостояние напрямую зависит от курса российского рубля. Мой сын работает в России, отправляя деньги, а мы тут получаем их в Сомони. По факту из-за разницы курса теряем деньги, на которые можно было купить один мешок муки. Мы хотели бы повышение курса рубля. В случае снижения курса нам становится тяжело. Если сейчас тысячи рублей стоят 134 Сомони, то месяц назад было 145. Курс рубля по отношению к Сомони за последнюю неделю в Таджикистане снизился. 50 тысяч рублей стоит 134 Сомони. В некоторых государственных банках ставка еще ниже – 132 Сомони за тысячу рублей. Хотя всего неделю назад тысяча рублей стоило 141 Сомони. Таджическая служба Радио Свобода пишет, что представители нескольких банков не захотели комментировать ситуацию на валютном рынке страны. Причинами ослабления рубля журналисты называют увеличение импортной продукции, сокращение экспорта и отток валюты из страны. Курс рубля в странах Центральной Азии упал после вторжения России в Украину. Позже валюта укрепилась, но с начала февраля рубль снова теряет позиции. За два месяца рубль по отношению к доллару обесценился на 15%. И как всегда я напоминаю, если вы смотрите нас в Ютьюбе, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Продолжаем. Фигуранты Кемпирабадского дела заявляют, что против них выдвинули новые обвинения. На этот раз в оскорблении президента. Задержанные обратились к депутатам парламента. Письмо с обращением их приближенные передали редакции радио «Азатык». Задержанные заявляют, что правоохранительные органы собрали их архивные публикации в социальных сетях, направили их на экспертизу и выдвинули обвинения в оскорблении президента Садыра Джапарова. Авторы письма призывают депутатов Джагур-Кукинеша пригласить руководителей Министерства внутренних дел и провести с их участием открытое заседание парламента. Официальные власти пока не подтвердили информацию о предъявлении обвинения в оскорблении президента. Не прокомментировали это письмо и представители МВД. Напомню, в октябре прошлого года в Кыргызстане были арестованы около 30 политиков, правозащитников и активистов. Их подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. Задержанные выступали против передачи Узбекистану кемпирабадского водохранилища. Сначала колбаса, теперь молоко. Россельхознадзор продолжает обвинять производителей Кыргызстана в несоответствии их продукции нормам ЕАЭС. Российские инспекторы теперь решили проверить молочные предприятия Кыргызстана. Ранее отмечу, Россельхознадзор обвинил кыргызстанского производителя колбасных изделий. И якобы тот добавляет в свою продукцию свинину, хотя она в составе не указана. Как к таким заявлениям отнеслись в Кыргызстане, расскажет Манас Аджигитов. До конца этой недели специалисты Россельхознадзора намерены проинспектировать пять молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана, поставляющих свою продукцию в Россию. Сообщение об этом ведомство опубликовало на своем сайте. В ходе инспекции также запланировано посещение лабораторий, осуществляющих исследования молочной продукции по показателям качества и безопасности, закрепленные в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сырьевых баз. По результатам проведенной инспекции будут сделаны выводы об эффективности проводимого ветеринарной службой Кыргызстана, контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт, в том числе в адрес российских получателей. В Минсельхозе Кыргызстана подтвердили эту информацию, однако комментировать вопрос согласны только после завершения этой проверки. Тем временем в Ассоциации переработчиков молока заявляют, что готовы к любым инспекциям. Производители заверяют, что экспортируемая продукция полностью соответствует всем стандартам качества, в том числе по пищевой безопасности. Тогда в чем же причина такого интереса со стороны Ростельхознадзора? В Ассоциации предполагают, что речь, видимо, идет о банальной защите своих производителей. Ведь кыргызского молока с каждым годом туда завозится все больше и больше. К примеру, если за первый квартал прошлого года Кыргызстан экспортировал в Россию всего 160 тонн молока, то за такой же период этого года уже 900 тонн. Ростельхознадзор определяется к качеству молока, но, как я и говорил, по комментариям наших предприятий, нету никаких угроз, что они смогут выявить какие-то несоответствия к нормам ЕС и к стандартам Российской Федерации. Ростельхознадзору, видимо, сильно не нравится и то, как в России растет спрос на кыргызскую колбасу. На днях ведомство заявило, что в продукции одного из кыргызских производителей колбасных изделий обнаружена свинина, хотя продукт заявлен как халяльный. Такое заявление в стране, где преимущественно живут мусульмане, разумеется, вызвало шум в соцсетях. Производителю пришлось срочно организовывать пресс-тур для журналистов. Мы находимся в производственном цеху компании Тойбос. Как правило, посторонним вход сюда запрещен, но нас пустили. Перед тем, как войти в производственные помещения, согласно требованиям санитарных норм, мы облачились вот в такую спецодежду. Компания, которую Ростельхознадзор обвинил в недобросовестности, кстати, является одним из крупных производителей колбасных изделий в Кыргызстане. Руководители предприятия заверяют, ни о какой свинине не может быть и речи. Наша продукция сначала доставляется в Москву или Новосибирск, а оттуда разводится по другим городам России. Очень важно, в каких условиях она доставляется в регионе. Мы за это уже не отвечаем и таких возможностей не имеем. Возможно, были нарушены санитарные требования при перевозке продукции на территории России. Может, смешались с другими колбасами. Возможно, было перекрестное загрязнение. Со своей стороны, мы даем стопроцентную гарантию. В нашу колбасу свинина не добавляется. Поэтому заявление Россельхознадзора в компании называют не просто странным, а недопустимым. Чтобы опровергнуть обвинения российской службы и подтвердить соответствие товара заявленному качеству, предприятие выразило готовность отдать продукт на анализ в любую независимую лабораторию. Манас Ачгитов, Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Смотрите далее в нашей программе. Власти Казахстана обвинили владельцев АЗС в возникновении дефицита дизельного топлива. Якобы заправочные станции намеренно вводят ограничения на продажу солярки, ожидая грядущего роста цен. Как власти решают проблему дефицита дизтоплива, расскажут в программе. Нам осталось месяц-два. И в связи с затоваркой почти все 80% мини-завода станут. Группировка «Талибан» с момента захвата власти в Афганистане сумела восстановить около 4000 единиц брошенной США и бывшей правительственной армии военной техники. Как сообщает агентство «Ариана Ньюс», в их число входят танки, бронеавтомобили, военные грузовики и внедорожники. Ремонтом техники занимается бригада Министерства обороны правительства «Талибов». В ближайшие месяцы два ремонтных завода обещают передать армии и силам безопасности «Талибана» еще тысячу восстановленной военной техники. Ранее ремонтные бригады восстановили часть авиапарка бывшей правительственной армии, который войска западной коалиции повредили при выходе из Афганистана. Руководство «Талибана» планирует увеличить количество своих вооруженных сил до 200 тысяч солдат до конца этого года. В Таджикистане женщины, детей которых привезли из Сирии более полугода назад, отпустили к родственникам. Таджикская служба радио «Свобода» Озуди сообщает, что все это время они находились в туристическом комплексе налогового комитета. Один из сотрудников пансионата на условиях анонимности сообщил журналистам, что все восемь месяцев в учреждении с ними работали психологи. По его словам, всего там проживали 42 женщины и 104 ребенка. Сейчас все они уже находятся со своими семьями, однако власти продолжают контролировать их пребывание дома. Официальную информацию об их содержании в туристическом комплексе в налоговом комитете не подтвердили, однако заявили, что женщины и детей из Сирии в их учреждении уже нет. Родственники эвакуированных отказались рассказывать подробности, добавив, что им приказано не говорить об этом с журналистами. Таджикистан дважды возвращал своих граждан из Сирии и Ирака, дети которых привезли из Ирака в 2019 году. Некоторое время жили на курорте Харангон в Арзобе, позже большинство из них отправили в интернаты. После 2014 года около 200 тысяч граждан Таджикистана уехали в Ирак и Сирию и присоединились к радикальной группировке «Исламское государство». Большинство мужчин погибли на войне, а их жены и дети остались на территории, где идут боевые действия. В настоящее время в двух приютах Сирии и иракских тюрьмах находятся десятки таджикистанских женщин и детей, сообщает Озобе. Возникновение дефицита дизельного топлива в Казахстане обвинили владельцев АЗС. В ходе недавнего заседания правительства председатель правления акционерного общества «Казмунайгаз» Макзум Мирзагалиев заявил, что заправочные станции намеренно вводят ограничения на продажу солярки, ожидая грядущего роста цен. Между тем, в минувшие выходные вступил в силу приказ министра энергетики о запрете экспорта нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. Тем самым, власти республики пытаются решить проблему дефицита горючего. Тем продолжит Тимур Гербашев. Дизельного топлива в Казахстане достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом заявил министр энергетики республики Алмаз Адам Садкалиев. По его данным, в настоящее время совокупные запасы солярки составляют 309 тысяч тонн, которым уже в этом месяце добавится еще 441 тысяча. В то же время прогнозы потребления составляют едва ли не полмиллиона тонн. По словам главы нацкомпании «Казмунайгаз», всему виной спекуляции со стороны АЗС, которые держат на своих нефтебазах до трех четверти горючего. Спекуляции с ГСМ и придерживание топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из Комитета государственных доходов, Агентства финансового мониторинга и Агентства по защите конкуренции прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии, не церемониться и наказывать по всей строгости закона. Казмунайгазу и казахстанским железным дорогам необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива. Тем временем 8 апреля вступил в силу приказ министра энергетики, который вводит запрет на вывоз целого ряда нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива за пределы ЕАЭС. Этот документ возмутил владельцев мини-НПЗ, которые еще задолго до его принятия опасались, что он погубит отрасль. Мы готовы продавать или отдавать на переработку большим заводам. Большие заводы не берут. Нам осталось месяц-два и в связи с затоваркой почти все 80% мини-завода станут, потому что нам продукт, светлый продукт, у кого там нефраз, у кого нафта, будет затоварка и будет его некуда девать. При этом нефтяники считают, что основным бенефициаром запрета на вывоз нефтепродуктов станет Россия. Дело в том, что если казахстанским компаниям запрещено продавать свою продукцию за пределы Евразийского экономического союза, то у их российских коллег подобных ограничений нет. За пределы ЕАЭС нам экспортировать запрещено эти виды продуктов. При этом Российской Федерации не запрещено. Получается, мы фактически открываем рынок для России. Нам придется поставить в России. Опять-таки, в России эта продукция не востребована. Но Россия будет иметь возможность дальше ее экспортировать за пределы ЕАЭС. Это уже как-то несправедливо получается по отношению к нам. По данным агентства Рэнкинг, основная причина возникновения дефицита дизельного топлива в Казахстане – рост потребления. Только по итогам марта нынешнего года потребление дизельного топлива увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако, по мнению аналитиков, большая часть солярки просто вывозится из Казахстана в другие страны. По последним имеющимся данным, объем транзитных перевозок грузов автотранспортом через Казахстан увеличился за год сразу на 31,5%. Тимур Ермашев, Павел Ингельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Бишкеке не утихает имущественный скандал вокруг соцжилья, который построили для людей с ограничениями по зрению и слуху. Несколько семей, заселившихся в эти квартиры, оказались на грани выселения. Среди них слабовидящая мать-одиночка с четырьмя детьми у троих, из которых также врожденные аномалии развития глаз. Семье дали последнее предупреждение освободить квартиру до 18 апреля. Иначе их выгонят силой с помощью милиции, рассказывает Джебек Бегалиева. Трое из четверых моих детей тоже инвалиды по зрению. В этой семье шесть человек, и видят только двое из них. 12-летний сын Баястан и бабушка Батма. У остальных, у мамы, двух ее дочерей, 14 и 7 лет, и годовалого сына, инвалидность по зрению. Они видят лишь тусклый свет. Ютица семья в этой однушке последние 7 лет. До этого они жили в различных приютах. Мы получили первое уведомление о выселении до 1 марта. Потом нам сказали, что мы должны освободить квартиру до 18 апреля. Куда я пойду с четырьмя детьми? У меня дети тоже с инвалидностью, незрячие. Куда я с ними пойду? У меня нет своего жилья. Ничего у меня нет. Гульзана состоит в обществе слепых и глухих, которому, собственно, и принадлежит эта квартира. Когда-то этому объединению и принадлежали все квартиры в этом доме, как и в другом по соседству. Обе девятиэтажки были построены 15 лет назад на бюджетные средства, как социальное жилье исключительно для семей незрячих и слабослышащих. Позже в другом районе Бишкека для лиц с инвалидностью возвели еще два таких дома. То есть всего общества имелось 225 квартир. Позже выяснилось, что в десятки из них въехали абсолютно здоровые люди, в том числе родственники бывшего главы общества. На своего младшего брата, оказывается, он эту квартиру оформил. До того, как мы в нее въехали, она пустовала, никто в ней не жил. А в это время моя слепая дочь со слепыми детьми практически жила на улице, переезжая с одного социального центра в другой. Разве это справедливо? На грани выселения Лиза Уросбакова также с детства незрячая, вся жизнь почти на ощупь. Лиза, как и Гульзана, семь лет назад узнала, что на фоне скандала некоторые из тех, кто незаконно заселялся в квартиры, буквально ночью бежали отсюда и самовольно заняла одну из них. Теперь Лизу и Гульзану обвиняют в том, что женщины без очереди захватили жилье. Почему кому-то выдают по три квартиры, а когда речь заходит обо мне, видите ли, надо соблюдать очередность. Я думаю, я правильно заняла эту квартиру. Не было до этого никакой очереди, потому что квартиры тогда получили те, кто после меня документы сдали, и те, у кого было жилье. Бывшего главу общества Калыка Мамитакунова, его, кстати, несколько лет назад суд признал виновным, но из-за срока давности дела наказывать его не стали. В большинстве квартир сейчас живут новые хозяева. Выделенное соцжилье, старые владельцы, в их числе и лица с инвалидностью и те, кому они не были положены, успели приватизировать и перепродать. На балансе общества глухих и слепых из более чем 200 квартир в итоге осталось всего 10. Помимо Кульгальдиевы у нас есть 8 тысяч человек. Помимо 8 тысяч, которые официально состоятся в очереди, 300 человек. Они такие же люди, как Кульгальдиевы, инвалиды по древнюю, по слуху, с пятерей, с детьми. Как вот это относиться? Приходится, я понимаю, есть человеческий факт, но есть закон. По человеческому факту Амана 6 лет, как захвачивая, жила. То есть получается, что сегодня одни незрячие пытаются выселить других незрячих. При этом отсудить квартиры, которые были незаконно представлены лицам не с инвалидностью, общество не торопится. Говорят, это жилье уже частная собственность. Джибек Бегалей, вам Анас Айджигитов, Азат Антымаков. Настоящее время Азия, Бешкек, Кыргызстан. Ну что ж, это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих местных телеканалов и в прямом эфире на канале Настоящее время Азия. В Ютьюбе больше информации, как всегда, на нашем сайте currenttime.tv. Всего доброго, увидимся завтра. А прямо сейчас на нашем канале документальный фильм «Блогове зверя». Эта картина снималась в самой крупной в мире женской тюрьме и снималась она 7 лет. Вы знаете, говорят, что нет идеальных обществ и подтверждением тому является наличие в каждом обществе тюрьмы. Но важно понимать, что тюрьма – это еще не значит лишение человека прав и свобод. В данном случае мы видим историю защиты своих прав и свобод женщин, которые прошли через эту тюрьму, которые пытаются отстоять справедливость, которые подают суд на тюрьму и ее руководство по истечении своих сроков заключения. И эта картина, которая нас погружает, повторюсь, в пространство.